Подготовкой, аналитическими выставками. Почему задаю вопрос? У нас сегодня две теплообеспечивающие организации, ТЭЦ и ТЭПЛОКОМОНЭРА, они существуют на расчетах обеспечения геокалориями, тепла и так далее. Так вот, если мы из этой обеспеченности начнем вытаскивать, мы разбалансируем систему. То есть у меня вопрос связан с тем, насколько... Я не хочу никаким образом ставить подсомнение с заявлением мэра, но все-таки обоснованность вот этого, если из одного места убывает, то в другом месте прибывает. Как вы собираетесь уже как департамент это дело регулировать, с тем, чтобы не разбалансировать и не собрать систему теплооснабжения в городе? Действительно, мэр, предпочтительное место на арбузе, выгодил данную задачу, выгодил вопрос, диверсификации, генерации тепла для бюджетных учреждений, а за первую очередь детских садов, школ и больниц. По опыту работы есть учебные заведения, бюджетные заведения в данном вопросе, которые находятся в таких городских географических предположениях, что та система, которая доставляет гневный наноситель, объективно уже устарела и в принципе была затроектирована таким образом, что не способна была даже с самого начала делать свою работу. Плюс ситуация, которая сложилась в конце апреля, когда веско похолодала и температура опустилась практически до минусовых показателей, заставила задуматься городские власти о том, чтобы запускать заново систему отопления общегородскую, потому что многие школы запитывают под общегородской системой. Однако для того, чтобы запустить мощности Николая в обл. теплоэнергофектец, понадобилась бы неделя. По прогнозу погоды за неделю погода нормализировалась, вышла на стабильные показатели. Поэтому было принято решение сделать временные каникулы в альтернативу того, чтобы запускали эту систему. Именно поэтому возникло поручение, вопросное изучение, проработать альтернативную систему отопительного в бюджетных заведениях. И я вам скажу, что некоторые школы и больницы уже пользуются такими котельными. К примеру, например, больница детская Нарюмина. У них уже год существует такая альтернативная котельная, что существенно увеличило комфорт в этой больнице. Поэтому каждая возможная установка будет изучена. Каждое проектное решение, безусловно, будет согласовано с, я надеюсь, уже в ближайшем будущем, коммунальным предприятием городского совета Николая в обл. теплоэнергофектец. Но скажу, что децентрализация системы отопления, я думаю, имеет перспективы в нашем городе. И оно позволит в кратчайшие сроки привлечь сюда инвестиции в виде развития этого бизнеса. Он и так в городе начинает развиваться, но еще достаточно, ну, на зачатичном этапе. Если подойти с позиции городских властей и создать приемлемые условия для того, чтобы здесь заходить на бизнес, он может дать в кратчайший срок комфортные условия в школе. И, кроме того, по законодательству, такие компании обязаны давать минимум на 10% ниже тариф от того, который существует для центральности теплоносителей, теплоэнергирующих компаний. Поэтому вопросы на проработке. Сегодня мы выбираем те объекты, которые Николай Логвинов, сегодняшний директор обл. теплоэнергофектец, нам рекомендуют, что там не поступает необходимая теплоносителей из каких-то объективных причин, сложившихся в теплосети. Мы прорабатываем эти вопросы, и в ближайшее будущее выйдем так же с каким-то решением, в котором будут четко указаны объекты, на которых возможно устанавливать электрокотельные, газовые котельные, либо котельные, которые работают на интернативном виде топлива. Александр Андреевич, еще раз, пожалуйста, встречайтесь с ТЭЦ. Почему? Потому что когда создавалась система теплогенерации в городе, делались расчеты. Понимаете? Сегодня вы, поэтому, хотя извинение формы собственности сегодня тоже на это влияет, мы должны же учитывать их интересы. Для чего? В конце стоит потребитель, который должен получить долгожданное тепло. Вот для чего. Потому что я пока не обнимательно прочитал сообщения средств массовой информации. Пока это постановка задачи. Так вот, при постановке задачи, при изучении, теплоэнергетика необходимо задействовать, чтобы как минимум по-крупному это... А здесь по-другому не может получиться. Существующие системы, когда у нас две ленировочные компании, занимающие, ну, приоритетное, скажем так, ронапризирующее положение в городе, без них этот вопрос все равно не решится. Все равно будут те условия, все равно вопрос станет в коммуникациях, в, скажем так, в расстоянии... Еще ответим, ответим. И, пожалуйста, у меня есть на опыте парагоничная 150, 10 корпусов, которые питаются с одной котельной. Я бы хотел вывести из системы теплокоммуно-рэиту, и там люди уже создали 8 метров. Помните, пожалуйста, чтобы мы могли предметы профессионально по этой котельной проводить. Спасибо. Спасибо.